Всем привет! Сегодня у нас видео будет немножко психологии. В принципе, что вас и волнует, у меня был запрос на то, чтобы рассказать поподробнее, почему родители, иногда есть такие категории людей, родители очень трудно отпускают своих детей в свободное плавание. В частности, почему существует слепая материнская любовь и мамы именно, которые мальчиков не могут отпустить. Я не могу это рассказывать в контексте Турции, потому что это проблема интернациональная. Здесь ни в коем случае никакие религиозные и культурные моменты не влияют на это. В частности, проблемы психологические конкретных людей. Я просто давайте, в общем, сегодня немножко поподробнее об этом расскажу, как вы и просили. Каждый для себя сделает выводы, может увидеть где-то себя, у кого есть дети, кто-то увидит своих родителей, скорее всего. Говорить о конкретной причине, вот из-за вот этого, вот этого, вот этого, люди так себя теперь ведут. Родители не отпускают своих детей, в частности, маму, и чаще всего это, естественно, у женщин такое бывает. Это будет абсолютно неверно, голословно, нет конкретных причин невыявленных, чтобы сказать, к чему это привело к таким действиям, точное что-то. Потому что у каждого это опыт какой-то определенный, психотравмы свои, короче говоря, какие-то проблемы, свои тараканы, которые приводят к таким действиям. И у каждого своя мотивация, свои причины на это. Точно одно сложно можно сказать, что когда родители ревнуют своих детей и не отпускают их во взрослом возрасте, когда дети уже выросли, не дают им самостоятельной жизни, это закрытие своих потребностей и комплексов, это проблема самих родителей. Они воспитывают в таких условиях своих детей. Да, и с течением времени выросшие дети могут либо вообще отбиваться от таких родителей, стараться быть дальше, либо они становятся покорными и не хотят обидеть своих родителей. Конечно, они верят в то, что родители все самое лучшее для меня делают, причем родители убеждают всю жизнь, да. Не знаю, может родители сейчас какие-то оскорбятся на меня, накинутся, кто себя в этом увидит, естественно. Они будут говорить, да я от любви, да это все вы ничего не понимаете, я по доброте душевной. Я не спорю, да, большинство родителей любят своих детей, а есть, которые не любят, кстати, об этом тоже не будем забывать. Просто на самом деле здесь причина такая, что это в любом случае закрытие каких-то комплексов и потребностей родителей взрослых. Ребенок здесь в любом случае пострадавший, потому что он не выбирает семью, в которой родился, правила, в которых его воспитывают его родители. А вот эта вот роль матери, отца, героя, спасателя, родителя, она очень социально приемлемая, поэтому здесь так сходятся звезды на ребенке, родители так себя реализуют таким образом, свои потребности закрывают, что это в любом случае обществом одобряемо и приемлемо такое поведение. Практически каждый скажет, что это же во благо ребенку, родители тебе плохого не сделают, смотри, как к тебе заботятся и лучше делают правильно. Но в чем проблема? Вот в рамках нормы поэтапно ребенка отпускать, да, не зря существует кризис рождения, кризис трех лет я осознания, когда ребенок идет в школу, подростковое отделение самостоятельного своего мнения, подростковый период кризиса, потом институт и вся история. Это этапы не просто так созданные природой, потому что наша психика развивается, а родители, которые пекущие, ревнующие, не отдающие свое ребенка, они эти этапы, скажем так, ребенку не позволяют либо пережить, либо они делают так условие, что этих этапов не существует, они от ребенка не отделяются. На самом деле это не самостоятельность самих родителей, и они не дают самостоятельность своим детям. Но в любом случае пострадавший, страдающий здесь ребенок, как бы хорошо это гладко не стелили родители для него. Причины, почему так бывает, я говорю, причины разные. Я вам назову одни самые популярные, которые больше чаще всего встречаются у людей. Если два родителя, либо один родитель тревожные, они переживали потребность такую вот этой тревожности перекладывать на ребенка, это очень часто вызвано потерей предыдущего ребенка, аборты вынужденные, потеря больных детей, ранняя смерть ребенка, неудачные роды с исходом смертельным. То есть, когда родители и родители потеряли ребенка, у них получается этот страх, он зарождается в тот момент о потере жизни следующего ребенка, или даже если у них будет несколько детей. Они так будут трястись над каждым своим ребенком. Или рожденный ребенок повторяет или напоминает очень сильно физически или в поведении какую-то утрату. Когда, например, у мамы или у папы был такой же братик в детстве, трагедия семьи, умер ребенок. И он очень напоминает, и чтобы этого опыта не повторять, очень сильно трясутся также дедушка с бабушкой над вот этим новым ребенком в семье. В чем эта проблема тревожных родителей? В том, что они воспитывают в ребенке выученную беспомощность. Знаете, такой термин есть, когда ребенок, и вот так все закрывает его бытовые все потребности, занижает ему самооценку тем самым, и он чувствует, что он один без родителей и не справится. Ни сейчас, ни в 10 лет, ни в 15, 20, и вообще по жизни он будет прикован к своим родителям. У него низкая самооценка, он не верит в себя, в свою самостоятельность, которой ему нет. И он думает, что он реально ничто, просто пустое место без родителей. За него они все решают. Очень часто в таких семьях потом родители могут устать от своей роли, и у них начинается агрессия, когда ребенку а-ля там 40 лет, он с ними живет, не самостоятельный, не женат, нет детей и так далее, а их начинают это все бесить, раздражать. В силу возраста, экономическая ситуация, они выходят на пенсию, нет столько денег его содержать, они начинают беситься и злиться, но по факту это к этому всему привели они сами, их гиперопека, ревность и вся прочая история. Это как вот исход такой может быть. Также очень часто, вот я в видео своем затронула, материнская любовь к сыновьям, мамочке, которые не могут отпустить своих сыновей. Или они это позволяют? Очень часто для социально приемлемого родители отпускают своих детей в брак, в свою семью, но потом активно лезут к сыновьям, мамочке в семью, и все невестки всегда будут не те. Вся вот эта история. Это слепая материнская любовь, которая ничего не видит и не понимает, что нужно ребенка или сына своего отпускать. Девочкам тоже такое бывает, но это гораздо реже бывает, больше вот у мамы к сыну. Вот когда у мамы к сыну, это говорит о том, что у мамы определенно есть проблема с противоположным полом с мужчиной, со своим супругом, либо с родителем, отцом ребенка и так далее. Или какая-то ее нереализованная, очень может быть причина нереализованная, ее любовь, невостребованность у мужчины. Она, может быть, нормально выглядит, успешная в чем-то, да? Нормально, короче, обычная женщина, среднестатистическая, но она сама на каким-то причинам ставит себе крест на отношениях с противоположным полом и свою нереализованную любовь реализует в своем ребенке. В силу своих психотравм очень часто у таких женщин нахлест идет от любви к мужчине и к своему сыну. И она его любит любовью, как к мужчине, как к своему сыну и бессознательно отождествляет его, как к своего партнера. То есть как будто это ее муж, парень и так далее. Поэтому она не может распрощаться с ним. Очень часто, я как и сказала, основная причина психологическая, кто-то может держаться очень сильно за семью, за детей, то, чего у них в детстве не было, когда к ним плохо самим относились родители, не существовало семью. Часто так за брак держатся травмированные люди, у которых в детстве не было семьи, не было родительского дома, брака. Родители им не занимались, не любили. Ну или так это было поверхностно очень. В общем, когда психотравма в этом плане у человека, он всегда дает такую установку. Вот я никогда не буду в разводе. Или психотравма из-за развода родителей какого-то больного. Я не позволю моему ребенку быть, как я, без родителя одного. Или я не хочу неполной семьи. Или само слово развод и дележка чего-то, это очень страшно, травма. Я не буду повторять этих ошибок. Мне было очень когда-то страшно. И такой человек, выходя замуж или там жениц, очень часто мужчины, кстати, такое делают, они не разводятся и тянут до последнего, страдают. Бытовое и домашнее насилие, алкоголизм отсюда вылазит, там наркомания или еще что-то, измены. Они вот это все живут и терпят, всю эту лямку тянут. А потому что я, на самом деле, это можно не понимать, но вот отождествление себя с, назовем, ненавистными родителями, которые мне нанесли травму в детстве, это так страшно и так неприятно. Я не хочу быть таким, как они. И я тоже, например, не хочу вот это, что там я, как они, разведусь. Не-не-не-не, только лишь бы не быть, как мои родители. Вот будет плохо, но я не буду разводиться. Причин на такое поведение, как я повторюсь, индивидуально, их очень-очень-очень много. Это всегда несколько причин. Но самое главное, базовое, это закрытие потребностей. То есть, пока мой ребенок рядом со мной, я себя реализую. Это большая проблема. Вот есть такой термин, синдром опустевшего гнезда. Это когда родители в районе 45 к 50 годам, в зависимости от того, сколько они там детей своих рожали. То есть, это когда наши дети выросли, закончили условные институты. То есть, мы вот эту помощь родительскую, даже какую-то вот в оплате университета, жилья и так далее, погасили. Нам дальше нечего делать с нашими детьми. Дети вылетают из родительского гнезда, они идут в самостоятельную жизнь. То есть, ты закончил уже по факту институт. Это последняя ступень обычно. У некоторых еще раньше это заканчивается, как в школу закончили, дети отделяются. Но у детей я проговорю про проблемные истории, когда это слишком гиперопека. У таких очень все тянется долго, и дети очень долго живут со своими родителями вместе. Короче говоря, заканчивается время института, и ребенок должен отделяться, жить один, снимать, например, жилье, или вы ему купили как хотите, работать самостоятельно. Но по факту он не должен жить уже со своими родителями. Как бы с ними хорошо и классно не было, и как бы не было дорого снимать свое жилье отдельное по-правильному, он должен жить отдельно, сепарироваться. Иначе твоя жизнь никогда не станет гармоничной, отношений не будет. Вот это если ребенок остается с родителями после этого этапа, вы не создаете вот этот синдром, я сейчас про него расскажу, опустевшего гнезда, вы все равно в симбиозе с родителями, вы не отделились, вы не самостоятельны. И вот таким девочкам, говорю мальчикам, нормального с личной жизнью никогда не будет, пока вы не отделитесь от своих родителей. Вы либо найдете проблемного спутника жизни, к которому перепрыгнете из родительской семьи, как очень удобно, под крылышко, да, опекающего мужчину можно себе найти и так далее. Но там, где вас не будут уже уважать, и он будет, алло, равно вторая копия моих родителей опекающих. Это не здоровая история, не партнерские отношения, когда ваше мнение слушают, да. Каждый человек должен пожить какой-то небольшой, хотя бы промежуток времени, самостоятельно рассчитывая на себя, чтобы дорасти до партнерских отношений с партнером, вступить в здоровые отношения. Поэтому надо делиться от родителей, пожить самостоятельно, там на съемном же, если нужно, позарабатывать деньги и так далее, какой-то промежуток времени, о том, искать себе здоровые отношения. Перепрыгивая с родительской ячейки, создавая свою тут же к мужчине, но это очень часто не уменьшается успехом, точнее, закроет потребность, это закрытие потребности. Но счастья, возможно, не даст. Эта женщина такая в браке будет несчастна. Она все равно будет чувствовать несамостоятельность, ее мнением не будут считаться, и у нее будет развитие личности логическое. Она вырастет потом со временем, к 30-35 годам из таких отношений. Там как бы развод, но если разводиться не принято у них, и какие-то страхи, она будет так жить, мучиться с нелюбимым человеком. Или он к тому времени станет нелюбимым. Так вот, про синдром опустевшего гнезда. Это кризис родителей, когда их дети уезжают, а родители остаются, скажем так, при пустом гнезде. Что мне делать? Как мне реализоваться? И тогда это повод родителям вообще, на самом деле, это очень важный, хороший кризис. Когда родители выполнили свою функцию, родители опеки, они должны заняться собой. У них освобождается куча свободного времени, невозможно пенсионный возраст к тому моменту наступает, если они там поздно рожали детей. Им время заниматься собой. То, чем они последние 25 лет не делали, скорее всего. И вот это проблема. Очень у многих мам и папа, в том числе, но мамка, мы чаще таких примеров можем видеть, у таких родителей вся жизнь была построена вокруг ребенка. Есть работа, друзья, но вот эта опека реализовывается. Зачем это идет? Закрытие потребности. Потребность реализации себя, своего успеха через ребенка. Это кружки, секции, успешность ребенка, его институт, оценки, еще что-то. Даже так родители реализовывают в личной жизни своего ребенка. Они советуют девочке, мама, какого мужика надо найти, какого парня? Не прогадай, веди себя так, советы всякие раздают и так далее. Мне хочется сказать, мам, алло, это ты не доиграла в своих отношениях, это ты не доучилась, не доходила на кружки, это ты не довстречалась. И сейчас ты награждаешь ребенка установками какими-то, возможно, неправильными, своими личными, причем это не идея твоего ребенка. И ты учишь жизни. И если у тебя есть желание, потребность учить жизни, таким образом, сдавая вот эти установки, доигрывать свою жизнь на самом деле, через своего ребенка реализовываться, у меня вообще вопрос, вам надо, мадам, идти к психологу, заниматься своей жизнью. Почему родители реализовывают часто себя через ребенка, через успехи, из-за низкой самооценки? Я не чувствую в себе сил, у меня низкая самооценка, я боюсь рисковать, не чувствую в себе уверенности, силы, поэтому я в своей жизни ничего не делаю такого, рискового, чтобы я мог реализоваться, поднять себе самооценку, что-то, короче, не добиваюсь. Но тут я родил ребенка, и он такой слабенький, беззащитный, это то, что он впитывает, как губка, все, что я скажу, я истинно в последней инстанции, конечно, такой родитель начинает этим пользоваться. Зачем напрягаться, менять свою жизнь, чего-то достигать в своей жизни, когда ты взрослый, сформулированный, уже сформировавшийся человек, когда есть ребенок, который все впитывает и говорит, дай еще, научи, покажи. И вот таких мам, они рожают еще и побольше детей потом, они входят во вкус, составляют все свои хобби, там, я не знаю, работу и так далее, потому что работа это просто элемент самореализации, если что, а не просто как добыча денег. И такие мамки рожают там по многу детей, реализовывают себя в день, ну это короче вообще. Когда вот у них кризис отпустевшего гнезда, это до свидания, это тяжелый случай, вот эти мамы очень ревнивые, не отпускающие, потому что они всю жизнь положили на своего ребенка. Когда ребенок или дети вырастают, выпархивают из своего гнезда, у них большой кризис, у них даже когнитивный какой-то диссонанс может быть. Они просто не знают, как с самым собой общаться, что делать, чем интересоваться, потому что все их интересы были вокруг их детей. Какой я итог немножко эту тему, да, она очень объемная, там очень об этом можно долго говорить, но я могу точно сказать, что я хочу вам донести сегодня, что причины у каждого свои. И если родители ревнуют своих детей, не отпускают своих детей, лезут в семью свою сформированную ячейку общества у своих детей, это ненормально. И проблема не в ребенке, а в родителе первопричинно. Проблема у родителя, который так себя ведет. У него какие-то комплексы проблем, он закрывает таким образом наличие ребенка рядом с собой, какие-то свои личные комплексы и потребности, закрывает свои потребности. Как правило, здесь вопрос самооценки, реализации, точнее всего этого отсутствия. Уже вопрос, если вы с таким партнером столкнулись, который позволяет родителям залазить в вашу совместную жизнь, не отделился от своих родителей, вы должны ему дать шанс отделиться. Выбор поставить, по сути, между мной и ими. Давай выбираю, отделяешься ты или нет. Если этого не сделать, человек с этой темы съезжает, пытается юлить, хоть как-то не ставить точку, не разрезать пуповину с родителями, а вы самостоятельно делившись от человека, партнерских, здоровых отношений хотите, вам с этим человеком не по пути, я вам сразу говорю. Вот это тягомотина, мотание нервов на кулак, участие в его родителе будет всегда, пока он не поставит точку. Точку ставит ваш партнер. Точку ставит вот в этих уже нездоровых отношениях родителей детей ребенок. Потому что он решает, он свободный, самостоятельный или нет. Если он слабый и не хочет отделяться от родителей, это тоже его выбор. Но при этом вам, как здоровому человеку в этой схеме, в треугольнике отношений, надо его оставить с его выбором. Он его сделал, а не подстраиваться под нему, тем самым под этот выбор, ломая свою жизнь. Это его проблемы отношения с родителями. Вот он пусть с ними живет, тусуется, решает свои проблемы. Вы тут третий лишний. Вот и все. Что вы можете дополнить? Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео. Мне очень интересно. Если вы хотите развить эту тему, тоже напишите мне в комментариях, какие-то вопросы задать. Я сниму, поразвернусь, я отвечу на ваши вопросы в видео в следующем. Я всегда под видео в инфобоксе оставляю свою почту. Если вам нужна моя консультация как психолога, пожалуйста, обращайтесь, пишите на почту тему письма «Консультация». Если вам хочется прислать свою историю для обзора, ответа в видео, тоже пишите историю от Анонима. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok